приветствую тебя друг ты на канале веселый инженер меня зовут андрей и в этом выпуске мы поговорим про червячные врезы виды по конструкции какие бывают виды данных червячных врез и определимся все-таки цельная или сборная вернее тебе дам определенные рекомендации благодаря которым ты в принципе сможешь определиться по своему выбору поехали классическая конструкция червячные фрезы давайте рассмотрим классику да то есть в принципе они все могут быть разные эти фрезы но у них есть определяющие моменты которые совпадают на любом виде конструкции при изготовлении применяется цилиндрическая заготовка она может иметь самые различные размеры и длину все зависит от конкретно поставленной задачи при ее изготовлении естественно она она выбирается не хаотично доберутся наружный диаметр общая длина до посадочный диаметр под определенную оправку оснастку и фрезерный станок который у вас имеется в производстве это все выбирается но по сути эти три размера наружный диаметр внутренней и длина самой фрезы они есть в нашей классификации по конструкции рабочая часть представляется зубьями которые имеют особую форму при этом зубья расположены на определенном удалении друг от друга есть технологические канавки для отвода стружки вот наши зубья естественно чем-то же надо нам резать зубчатый венец да да это может быть и либо какая-то шестерня либо звездочка либо шлиць дальше мы рассмотрим по конструкции различные варианты исполнения таких червячных фрез по торцевым сторонам как правило есть небольшие поверхности предназначены для определения работ деление рабочей части от крепежного элемента станка видите здесь есть такая ступенька она аналогично есть с другой стороны такая ступенька здесь вставляется внутрь оправка потом такие идут технологические кольца которые позволяют зафиксировать в определенном месте нашу фрезу и уже продолжить фрезерованием зубчатых венцов вполне надежно закрепив нашу фрезу от линейных перемещений шпоночный паз проворачивание инструмента на момент обработки детали исключается за счет паза для шпонки его размера выбирается в зависимости от того на какую нагрузку рассчитаны изделия и вот наш как вы видите шпоночный паз естественно чем больше фреза тем больше надо шпоночный паз дабы исключить срезание шпонки иногда она делается на всю длину иногда нет иногда используют даже две и так виды червячных фрез по виду обработки и качество черновые подобный вариант исполнения применяется для предварительного формирования поверхности передний угол составляет 5-7 градусов ключевой особенностью можно назвать небольшую толщину зубьев этот инструмент получил широкое распространение в промышленности применяется при проведении промежуточной черновой операции зуба фрезерование естественно небольшая небольшая толщина зубьев потому что прорезается предварительный профиль и дальше эта деталь которая провязана предварительно попадает на другую операцию и используются там чистовые червячные фрезы после проведения черновой обработки полученная деталь зачастую не обладает требуемыми параметрами для того чтобы их достигнуть проводится чистовая обработка которая предусматривает применение определенных червячных фрез ну естественно чистовых эти фрезы уже изготовлены зачастую изготовлены сокончательным профилем с этот профиль может быть уже готовые шестерни может иметь припуска к примеру на зуба шлифования но это уже совсем другая история поэтому подписывайся на канал скоро мы будем проходить все это более подробно следующие это прецизионные фрезы червячная это вариант исполнения при изготовлении которого также учитывается гост предназначается для нарезания зубьев в турбинных передачах отличительной чертой и особенностью таких врез можно назвать увеличенный диаметр изделия и наиболее точное исполнение профиля то есть профили самой фрезы изготовлен более точно плюс фреза немножко идет нестандартного размера так сказать да она большего диаметра так вот она в принципе не сильно отличается от обычной чистовой червячные фрезы но за счет того что она изготовлена более точно из-за увеличения диаметра можно сделать более плавный профиль которая будет иметь наиболее мягкий обкат что в принципе в турбинных передачах очень важно так как там высокий кпд питчевая червячная фреза относится категории специальных инструментов применяется для получения звездочек такая вот фреза с определенной конструкции позволяет нам получать такую типа как ее назвать звездочку до путем фрезерования и так сборные или цельные червячные фрезы давайте попробуем определиться естественно сборный инструмент это что-то типа уже новое да но совсем уже как бы не сказать что сильно новое но это что-то новенькое а цельная фреза она используется уже достаточно давно наверное испокон времен как только придумали данные вид фрез и так какую же фрезу выбрать наиболее предпочтительно ну какие есть плюсы давайте определимся сборного инструмента он есть сборный с напоенными пластинами этот вариант не очень хорош потому что вам периодически нужно будет не только перетачивать фрезу но и менять пластины это нужно будет их все снимается нужно будет перепаивать и это конечно делается на специализированных производствах если у вас такое производство есть то можно такой вариант рассматривать оптимальный вариант но достаточно дорогой будет использование не перетачиваемых сме сменных твердосплавных пластин которые крепятся на крепеже определенным дату данном случае такой сапожок он крепится до фрезка заменил пластинку и работаешь дальше такие фрезы обладают высокой стойкостью очень много деталей можно сделать такой фрезой до замены пластин но когда коснется вам менять пластины как вы видите здесь столько рядов пластин что это потребуется вам пачек 10 пластинок чтобы заменить сразу скажу так если у вас массовое производство то такой вариант в принципе рассматривать можно особенно если у вас высоко производительный станок или несколько станков что касается этой фрезы это фреза она наиболее дешевая да во много раз наверно дешевле чем у такой вот вариант хотя она и он недостаток что вот эту фрезу купив один раз вы можете использовать многократно а здесь путем перетачивания когда зуб доходит определенного момента и уже затыловка не спасает хотя ее можно делать еще больше и больше стачивается зуб практически остается здесь наверное миллиметра 4 до еще она работает фреза но после чего ее полностью придется выбросить и купить новую в принципе такой вот вариант если у вас какое-то мелкосерийное производство для вас будет наиболее предпочтительны и так определяемся сборная фреза используется в массовом производстве здесь вот такие фрезы но они тоже используются в массовом производстве потому что если у вас примеру 20 или 30 станков и на каждой стать такую фрезу и они работают все одновременно то если считать экономически то можно выйти в какой-то плюс но большая большим недостатком является постоянные переточки то есть это сделав там допустим зависимость от зуба там 100 150 деталям нужно перетачивать если у заточного станка нету то сделать это конечно вы не сможете и такой вариант для вас будет наиболее предпочтительным в общем определяйтесь сами а я на этом заканчиваю подписывайтесь на канал ставьте лайки в дизлайки если не понравилось ждем следующего видео пока пока